Ребята, всем доброе утро, я начинаю свой новый влог, сегодня у нас будет съёмка, вот, и завтра тоже у нас будет фотосессия, поэтому я решила вас взять с собой. Я организовала за ночь и за один день съёмку, но вообще я всё организовала за ночь, а днём мы просто решали дела и вопросы с машиной, в итоге машина с днём будет, к сожалению. Поэтому мы поедем на электричке, также у нас два поддона, я пока не понимаю, какой нам лучше взять, большой либо маленький, с точки зрения тащить, конечно, лучше маленький, но с точки зрения фотографий, лучше, конечно, большой, но учитывая то, что мы не на внедорожнике. Итак, что мы имеем? Сначала мне нужно вообще оторвать это, ну, мы, допустим, в общем, тут мне идёт фотик с объективом моим новым, там его не видно, вспышка, старый мой объектив, это плойка, потому что у моей подруги её нету, тут у нас всё такое по мелочи, короче. Вот, и, наверное, придётся брать с собой также сумки, потому что есть и мои перечиндалы всякие, потому что, например, сюда наушники не положишь, расчёску не положишь, вот и не положишь. В общем, уже хочу новый рюкзак, хотя только я приехал. Легендарная наша берёзка, которую, к сожалению, спилили эти электрики, чеи, как они называются, в общем, мы поняли, надеюсь, кто. Я просто в шоке. Я, на самом деле, думала, что будет тяжелее, но это только техника мне тяжёлая, и плюс тут вот чуть-чуть реквизита. Весь остальной реквизит находится у Эдика и у других ребят, короче, ещё за ним ходить туда-сюда, туда-сюда, я просто в шоке. Ещё что-то сегодня мне крутил живот и думал, как шикарно, как вовремя, но в итоге я просто выкладывала пирамидика, это всё шикарно. Девочки, я думала, всё, съёмка отмена, но теперь ничего не было, просто живот болел. Но на самом деле, я думаю, потому что я поздно ночью выпила акнокутан, вот, нужно его пить как бы вечером, но я всегда его пью ночью. Вот такой наш ещё один образ, вот такой вот палатик, сейчас вот так покажу, мне кажется, Галя очень лёд, если будет парень, то будет вообще супер, в общем, ещё посмотрим, ну, в принципе, классно, мне кажется, нам подходит. Занавес, давайте, занавес. Вот такое у нас второе платье, мне нравится, но Галя хочет, чтобы оно было более приталено, но это как бы такая задумка, такая модель, вот, но мы пока больше всё-таки к этому склоняемся. В общем, сейчас ещё померяем эти два платья, мне кажется, оно очень красивое, вот. Ну, короче, ещё одну меряем и уже определяемся. Мне кажется, очень красиво. Прям такая девушка-девушка. Всё, ребята, мы всё купили, мы топаем, мне кажется, эти, как это называется, почему я хочу сказать, пионы, это не пионы, как они, туи. Костут их не подрезают, и каждый раз, когда ты идёшь, во всём меньше и меньше места, я такой, где мне идти? Вот, в общем, мы всё купили, я просто выбирала эти персики, виноград, я такая, уж можно поесть, я ещё голодная, вот, короче. Мы быстренько перекусим, потом буду собирать Галю, потом пойдём на такси, у нас будет просто полная машина. У нас поддон, мы приедем на локацию, нам ещё нужно будет собирать этот поддон, ну, это будет делать Эдик, мы этого делать не будем, вот. Будем просто мотивировать, девочки. Я уже жду съёмку, потому что я хочу поесть фрукты. Ой, потом, короче, всё соберём, проведём классную съёмку, поснимаем видео, сделаем фотографии, и... Космошка хорошо светит, потом вернёмся, развезём весь реквизит, либо я кого-то одного оставлю человека, попрошу отдать, потом поедем на такси, наверное, я попрошу, чтобы я какую-то оставила, и потом этот человек всем отдал, потому что чем позже мы сядем на такси, тем дорожно будет поехать обратно в город, потому что мы сейчас пролетарские, а ехать нам в Сальск на такси. Я хотела с ребятами снять, но в итоге мои руки заняты, просто нет места, посмотрите, просто, да, и там ребята идут, и там просто... там просто жуть. Типа мы просто все завешены этими пакетами. И тут ещё плюс всё скосили, но в итоге мы вроде нашли место. Вот такая у нас красота, вот здесь я... так, где мы находимся? Так, вот тут, я думаю, ребята расположить. У нас куча вещей. Ипсофилку тут 200 рублей, я в шоке, просто в шоке. А тут ещё всё покосили, мы вообще должны были аж там проводить, но да, пришлось это ещё. Кайф. Не говори. Ну, в принципе, даже отсюда уже всё смотрится красиво, именно вот эта вот деживяшка с цветочками. Галя просто стоит, мы ей не разрешаем ничего делать, и стоит просто. А то если платье замарается, либо она как-то подсыпет, будет не очень. Вот. Я снимаю влог. А, нашли? Да. Посмотрите, какую штуку мы сделали, просто это космически, как-то нравится. Ну и наша богиня Галь, конечно. Ничего себе. Так, сейчас отойдём, это нам будет, конечно, всё обрать. Вот. Ну, отсюда вот так вот. Это просто шик. Капец. Съёмку на законченную, Галя, ваши эмоции? Эй! А? А меня? Нет. Ваши эмоции? Было интересно. И всё? Это влог. А, блин. Вот, и сумерек, это как раз это поза как раз. Да-да-да. Я сейчас ребятам дала посмотреть фотки, но мы сейчас перекусим, уже будем собираться, вызовы такси, дадим домой. Вот. Супер-пупер съёмка у нас получилась. Ура! Расскажите ваши эмоции, пожалуйста. Офигенно. Эмоции положительные. О, блин, шикардос. Да. Честно, шикардос, да. Во-первых, это организация, то есть, кто-то это организовала, блин. Мне приходит уведомление о том, что кое-кто-то появляются друзья. Я добавил. Потом пишет Галя о том, что, блин, там девушка, у которой есть предложение к тебе насчёт фотосессии. И я такой, блин, надо соглашаться. И я согласился. Я надеюсь, что я что-то сделала красивое, красивое в влоге. Но не знаю, это просто я не ожидала, что я могу просто по сути за день и за одну ночь организовать такую съёмку такого уровня с такими подробными деталями. И люди этим горели. Им это было интересно. И это так приятно, когда, знаете, вот есть клиенты, которые... Ну что, мы там закончили? То есть, есть люди, которые просто хотят фотки, но они в этом не заинтересованы. Ну, есть такое, я не знаю, как объяснить, но люди, думаю, не поймут некоторые. А есть люди, которые прям вот горят тем, что им нужны эти фотки, и они хотят прожить эти чувства. И я говорю своим клиентам, что когда ты в кадре, когда у тебя съёмка, ты должен проживать эти чувства, ты должен чувствовать, ты должен жить этим моментом. То есть не постановка, а просто ты должен жить, ты должен чувствовать и не бояться этого. Я просто думаю, мы там поснимаем минут 40, там 60, ну короче, где-то так. В конечном итоге у нас съёмка длилась 2-2,5 часа. Это только съёмка, это без сборки, это без каких-то либо наших моментиков. Это настолько приятно, что, типа, ребятам говорю, так, ну в принципе, типа, если вам всё, что я хотела, типа, можем заканчивать, собираться там и уезжать, да? Но они говорили, Даша, мы хотим ещё. Мы сначала одну идею. Я говорю, ну всё, типа, сняли, хватит. Они такие, Даша, мы хотим ещё. Я такая, ну хорошо, потому что я видела, что они горят, они хотят, им это нравится. И мне хотелось сделать тот результат, который бы нравится абсолютно всем, чтобы мы сделали максимум за эту съёмку. У нас была одежда на бракат, у нас была аренда реквизита в четырёх точках. У нас был один поддон, потом с ним ничего не получилось. А, я сначала отошла поддон, ну вот надо было забрать, его, короче, не забрали, потом Эдик нашёл другой поддон, вот, мы от него отказались. Значит, они им тоже подказали, что он куда-то, короче, этот поддон делся, не знаю, что там с этим поддоном, какая там история, вот. И потом я нашла один поддон, но он оказался огромным, и, короче, мне его не привезли. Потом я нашла другой поддон, но он тоже огромный, и, типа, ну, это пипец. Так, Эдик нашёл вообще другой поддон, и он оказался меньше, и я думаю, а зачем мне надо было, ну, зачем мне большой поддон оказывать? И вот этот поддон, который у нас был, маленький, оказывается. это просто идеальный вариант, на нём всё поместилось, он мне кажется пустым, и нам было легче его везти, Эдик его разобрал, потом он его собрал, у нас случился казус, прям только он забивал гвозди, там треснуло, им просто часть забили, и в итоге потом оставили там, потому что нам незачем его везти, это было так классно, мне так понравилось, ребятам тоже не на таких эмоциях, и я так рада, что я всё-таки занимаюсь этим делом, своим любимым, я просто, знаете, поняла, что мне всё-таки не хватало этого творческого момента, потому что я думала, ну снимать в студиях это типа круто, нужно делать студийные съёмки, но в студии мне интересно оказывается, я всегда добилась за студий, мне казалось это только интересно, это просто класс, но на самом деле нет, это простая съёмка, но для меня она была тяжёлой в плане морально, то есть, ну у меня эмоционально было тяжело, я думала, что я не справлюсь, что ничего не получится, вот, но в итоге всё получилось лучше, чем я думала, это настолько классно, у меня всё просто хочется плакать, потому что у меня сейчас такие моменты, что я думаю, блин, я не тем занимаюсь, надо всё нафиг продать и забить, просто, но на самом деле просто не хватает творческих таких моментов, когда ты раскрываешь то, что себе нравится, и что же тебе хочется, и это тебя питает и заряжает. Завтра нам будет день, будем своим саджа. Вот такую красоту мы снимаем с Дашей, ну скажите же, что Даша просто избавит меня, что это ты мастер в саджике, кому надо обращайтесь. Ребята просто в шоке, я заново начала отбирать фотографии ребят за вчерашней съёмки Эдика и Галя, потому что фотки как-то неплохо загружались, я решила заново, короче, загрузить и так далее. Я ещё фотографии Даши не смотрела, вот ещё походу заболела, надеюсь, что нет. Вот, я сижу, ты знаешь, ты отбираешь фотографии, ты сидишь, ты вот так вот как-то тупишь, и у тебя всё как-то теряется и замедляется. Это значит, пора идти спать, потому что я вчера легла вчера в два, встала в восемь, вроде шесть часов, а из-за того, что я постоянно вот так, и раньше хотя бы днём ложилась спать, но сейчас даже этого времени у меня нет. Я сейчас посплю, но вот всё-таки не тут время, и всё это будет дальше работать, вот. Итак, здесь мне хорошо, ой, ой, девочки, вы поплыли, девочки, не плывите, пожалуйста, мальчики. В общем, я сейчас сижу за отбором, ой, допиваю апельсиновый сок, и делаю отбор фотографии с Эдиком Галли. Мне уже хочется приступить к фотографии с Дашей, потому что я вообще ещё не смотрела. Правда, даже одним глазком я их не смотрела, только на фотоаппарате вместе с Дашей. Но я понимаю, нужно здесь в порядке очереди, потому что, ребят, тут более чувственные такие кадры, тут очень прям важна цветокоррекция, потому что у нас... То есть мы сняли часть, и ребят попросили ещё снять, и уже было достаточно темно. И тут нужно будет очень хорошо поработать цветокоррекция для того, чтобы была классная атмосфера на кадрах. У Даши у нас там всё минималистично. В основном там белый свет, только жёлтые, это солнечные лучи. Вот, и там именно ретушь. И я очень сейчас хочу поработать с ретушью, поэтому сейчас сижу, смотрю. И, знаете, на самом деле, так тяжело выбирать. У меня просто ещё фотографии, они идут в пиксели, мы первый раз такое, потому что они не загрузились. Вот есть, вот я сейчас приблизила, и у меня сразу пиксели убрались, потому что она загрузилась. А есть те фотографии, которые нужно ждать, я не знаю, там полчаса, я не понимаю, с чем это связано, мне это немного напрягает. Вот, в принципе, так всё. У нас получилось 83 фотографии, плюс портреты и личные фотографии Гали. Также такие же фотографии у нас у Эдика. Вот, я сейчас ещё раз пройдусь, у нас просто получается... 6-12, 12 фотографий, просто предметка даже больше, 15. Вот, потом уже ребята идут. В общем, сейчас ещё раз отберу. Блин, нет, не-не-не-не. Я сейчас всё-таки делаю отбор. Я просто хотела сейчас глянуть фотографии дальше, но думаю, нет. Нет. Ну, здесь в порядке очереди, иначе я буду туда-сюда метаться, и в итоге всем отдам поздно. Вообще, я отдаю фотографии в течение месяца, потому что так удобнее, и лучше я дам их заранее, нежели люди будут их ждать. В конечном итоге, я думаю, вот, сегодня-завтра я отдам. Я просто сейчас вот хочу это всё сделать. Хотя бы сессию Эдика и Гали сегодня отдать, хотя бы в ночь. Потому что завтра у меня медкомиссия, и я буду до обеда в больнице. Потому что я буду отсыпаться, вот, и затем уже заниматься фотками. Плюс у меня ещё работа, мне нужно ввести два аккаунта. Даже три, ну, третий не особо введу. Вот. Боже, какие классные кадры, девочки, мальчики. Почему-то красиво. И, знаете, вот раньше, я когда фотографировала, я потом понимала, что нужно фоткать под мальчиком. То есть, вся красота пропадала кадр, потому что композиция съезжала. Сейчас я сразу фотографирую для института. Я знаю, что она обрежет. Я вот сразу делаю фотки классные. И, знаете, для того, чтобы института, если обрезала, было бы классно. Я также делала фотографии для того, чтобы можно было это выставить в сториз. Вот. И я сразу так представляю, как оно всё будет. Кадры мне не очень нравятся. Столько классные кадры, блин, что я просто сижу уже, я не знаю, по пятому кругу отбираю. Хотя я всего сделала что-то по 300 кадров. Субтитры сделал DimaTorzok